В начале избирательной кампании были различные мнения. Я предполагал, что мог быть второй тур. Но по истечении какого-то времени, видимо, все-таки депутаты разобрались с кандидатами и прочее, прочее. Не секрет, что кто-то из кандидатов настойчиво пытался подкупить депутатов, кто-то где-то даже угрожал, скажем так. Поэтому мы все люди своеобразные, может, сделали вид, что да, но в итоге, видите, получилось, как получилось. Я доволен, депутаты выбрали, я доволен тем, что сегодня появился глава района, полноценный, так сказать, который сегодня, ну, не потому что Петр Яковлевич, хоть кто бы появился. Сегодня есть в краю с кем работать, сегодня есть кому выделять деньги, сегодня есть с кем разговаривать с населением Альчинского района, поэтому я очень доволен. Ну, точно я начну с проблем жилищно-коммунального хозяйства. Я знаю, что не все нормально у нас на котельных в районе. На многих котельных нет нормативного запаса, он такой вот двух-трехдневный, ну, максимум пяти. Поэтому для того, чтобы не оставить жителей без тепла в новогодние праздники, предстоит вот заняться этим. Ну, это, так сказать, первоначальная задача, но вообще планирую в течение пяти лет, я не говорю, что это вот завтра произойдет, да, или через год. Да, в течение пяти лет я планирую сделать жизнь жителей района лучше, и район привлекательнее, и для инвестиционных проектов, для новых проектов. Для этого у нас все есть. А у вас есть команда своя? Ну, вопрос, наверное, чуть-чуть рановато задаете. Да, ну, конечно, есть. Я готовился, я предполагал такой исход событий, поэтому, конечно, у меня есть в обойме, если можно так выразиться, да, свои люди, которых я приведу. Сегодня в своем докладе перед депутатами слышали, да, я ротацию кадров собираюсь провести в районе, в администрации. Это должно обязательно произойти. Значит, вы будете менять в старую команду, будете своих людей приглашать? Да. Скажите, заместители главы коснутся перемены? В первую очередь. А исполняющего полномочия главы, он, в принципе, ну, так постарался, вот так скажем, вот это время, он, во-первых, неожиданно стал? Ну, давайте мы вот слишком уж так конкретно, вот не будем вот сейчас разрешать этот вопрос. Давайте, мне же надо тоже время подумать. Помните, вспоминайте, когда Черноморде на премьер-министром назначили, он спускается с самолета, ему там сразу микрофоны подносят к нему. И все там, и про развитие страны, все, он говорит, побудьте с Богом, дайте мне хоть осмотреться. Вот скажу так же, дайте мне осмотреться чуть-чуть. А скажите об инвестициях в Альчинский район. Вот вы в своей программе озвучили, вы там на последних рядах, к сожалению, не услышали сумму, да? Значит, мы начнем с 15 миллионов. Мы начнем с 15 миллионов. Вы знаете, город тоже начинал с 15 миллионов, несмотря на то, что, ну, прикиньте, население района и города, да, это практически на порядок разнятся. И город тоже начинал с 15 миллионов. Я полагаю, мы в последующие годы эту сумму будем увеличивать социальные нужды района. Но начнем с 15, это железобетонная цифра, которая проговорена управляющей компанией.